В Центральном парке имени первого президента прошла традиционная ярмарка вакансий. Более 50 работодателей предложили около 60 рабочих мест в сфере строительства, здравоохранения и услуг. Кроме того, молодым ребятам было предложено трудоустройство по проекту «Первое рабочее место». Подробнее расскажет наш корреспондент. Особенностью данной ярмарки является участие представителей центров занятости и работодателей районов Актюбинской области. Здесь приняли участие не только городские работодатели, но и работодатели со всех районов области. Также здесь представители центра занятости. Также тут приняли участие учебные центры, такие как ТО «Легенда-2018», «Азая», «Надежда», ТО «Мастер», «Успех». Они тут проводят презентацию своих учебных центров. В настоящее время здесь предоставлено свыше 500 вакансий. Приняли участие около 50 работодателей. Ярмарку посетили выпускники учебных заведений, безработные, самозанятые граждане и даже школьники. В целях трудоустройства молодежи выпускникам учебных заведений были выданы направления на прохождение молодежной практики и на трудоустройство по проекту «Первое рабочее место». Я пришла сюда найти работу. Окончила медколледж имени Маншук Маметова и по специальности фельдшер. Очень хотела бы устроиться на работу в станцию скорой медицинской помощи, находящейся в микрорайоне Батыс-2. Хотелось бы поблагодарить организаторов за такую возможность. Старшеклассники и студенты на период летних каникул были направлены на общественную работу в целях благоустройства и озеленения города. Мне хочется помогать городу, потом, конечно, родителям хочется помогать, не сидеть дома без дел. Со мной пришли друзья, одноклассники, потом одногруппники. Мы сюда пришли, чтобы найти работу. И успешно нашли организаторам спасибо в первую очередь. «Я устроилась на работу в отряд «Жасауель», потому что там хороший коллектив и, самое главное, достойная заработная плата. Узнала о вакансиях и в целом о ярмарке в социальных сетях. И сразу же пришла прийти и принять участие. Считаю, это отличная возможность для молодых ребят». Участниками, получившими безвозмездные гранты и микрокредиты в рамках государственной программы «Янбек», была организована выставка своих изделий. На сегодняшний день в Центре занятости зарегистрировано 1200 безработных. К слову, в текущем году было проведено три ярмарки вакансий, трудоустроено 58 человек. Анастасия Евсеева, Миржана Манджула, в телеканал «Октюбе».